коррекции секторов оттока привет с вами канал артвасту и сегодня мы поговорим как же корректировать сектора оттока как построить вас ту карту смотрите мое видео и вы тогда увидите построите поймете какие у вас негативные моменты в секторах оттока и сейчас я вам расскажу как их корректировать основные перечислю если что-то забуду выведу тут текстом значит если у нас в секторах оттока запад юго-запад юг юго-восток как найти эти сектора смотрите видео как построить вас ту карту если в этих секторах оттока у нас находится балкон лоджия вход в дом или в квартиру пристройка в прошлом видео говорили про пристройки если даже мою вас ту карту не включаем она все равно рядом с этим сектором она будет расширением и это тоже будет негативным фактором ее тоже нужно корректировать что еще большие какие-то светлые пространства в этих секторах например огромная-огромная гостиная в ней несколько окон и туда попадает много света много пространства и там нет ни мебели никакой загрузки то есть она такая свободная просторная это тоже нужно корректировать и так вот мы взяли нашу вас ту карту мы видим что у нас на западе окно на юго-западе например окно а на юге или на юго-востоке у нас например вход в дом то есть получается несколько недостатков или даже если у вас один недостаток то есть у вас только окно например на юго-западе и все все равно вам нужно сделать утяжеление утяжеление секторов оттока я в одном видео рассказывал как камнями это делать но сейчас я более как бы точечно расскажу мы не можем скорректировать один сектор оттока нам нужно корректировать сразу несколько секторов и сейчас я вам расскажу формулу так как каждый сектор влияет на соседний то есть у вас может быть поврежден один сектор а это влияние негативное будет распространяться на соседние сектора тоже и например у вас на западе окно и вас как бы уже в жизни это все проявляется то есть у вас какие-то проблемы в отношениях с коллегами по работе или с начальником или с государством то есть какие-то суды или какие-то все время от управляющей компании что-то все время прилетает такое неприятно то запад он как бы себя уже проявляет и вы уже это понимаете вы такие о я щас корректирую запад да это отлично его нужно скорректировать но один сам по себе сектор скорректированный оттока будет работать не очень хорошо нужно корректировать их в связке и так про формулу у нас есть три сектора юг юго-запад запад основные которые нам нужно утяжелить и такой второстепенный юго-восток он очень важный он второстепенный по количеству веса значит на сектор юг юго-запад вам нужно положить одинаковое количество веса он может варьироваться например от 50 килограмм до 100 в зависимости от метража вашего объекта либо от количества дефектов если у вас например дом и огромная терраса в этих секторах то тогда вы можете положить 100 килограмм веса в каждую зону юг юго-запад по 100 килограмм если у вас небольшая квартира там 30-50 метров вы можете и довольно большие дефекты вы можете положить 50 килограмм веса в каждую зону юг юго-запад то есть для юга юго-запада для большого количества дефектов я вам озвучить сумму 50-100 килограмм веса на каждую зону юг 50 килограмм тире 100 юго-запад 50 килограмм тире 100 теперь запад на запад мы должны положить веса меньше чем на юг юго-запад то есть если вы положили 50 килограмм в эти две зоны в каждую по 50 то на юг на запад вы кладете 35 килограмм примерно 36 32 как бы немного меньше на запад и тогда на юго-восток вы кладете еще меньше веса например 20 килограмм 15-20 на юго-восток и вот она ваша формула 50 здесь юг 50 юго-запад запад 35 и 15-20 юго-восток теперь если вы положили 100 я проговариваю несколько раз потому что я знаю что мы все девушки в одного уха влетела в другой вылетел а это важно поэтому лучше я проговорю пять раз если мы положили 100 килограмм юг положили 100 килограмм юго-запад положили 100 килограмм тогда на запад мы кладем меньше это будет килограмм 70 или 65 вы положите эта формула она такая плюс-минус самое главное соблюдать пропорцию значит 100 100 на запад 70 и тогда на юго-восток мы кладем килограмм 30 может быть 35 теперь обсудим и важно важно поймите соблюдать пропорцию что юг юго-запад самые тяжелые в них примерно одинаковые веса у вас может быть там разница в пять килограмм но они примерно одинаковые запад чуть поменьше юго-восток еще меньше чем зап следующий момент что же мы кладем что за вес мы можем сделать самое простое самое дешевое утяжеление камнями про видео я давно-давно снимала видеоролик вы можете посмотреть вот здесь ссылочку я выведу нам нужны камни обточенной водой то есть либо морские либо речные вода им уже придала круглую форму она сточила им края нам нужны вот такие вот обкатанные водой камни желательно такие овальные уже красивые можно их купить на рынках типа строительных где продают для ландшафта вы приезжаете выбираете нужного размера камни мы берем с ладонь и больше с кисть руки не с ладонь с кисть руки и больше вот примерно совсем маленькие как бы брать не надо но если они у вас есть они уже лежат в вашей квартире то тоже тащите их в эти сектора они все равно весом будут утяжелять значит самый дешевый вариант это вот такие вот рынки для ландшафтного дизайна вы приезжаете выбираете вам в багажник все сгружают и потом вы по несколько камушков домой себе носите чтобы усилить это эту коррекцию то есть вы натаскали себе например всего веса полностью камнями натаскали туда 50 килограмм туда 50 туда 30 туда 15 чтобы усилить эту еще коррекцию вы можете эти камни покрасить в цвет сектора то есть для запада мы берем синий цвет можно немножко добавить серебряного цвета то есть например вы 80 процентов камней красите в синий для запада и 20 процентов серебром будет красиво вы можете даже их на виду положить где-то в какую-то металлическую плетеную штучку красивую и они будут у вас как декора можете спрятать это все в мебель куда-то для юга юго-запада и юго-востока для трех секторов одинаково мы красим в цвета земли что такое цвета земли это от песочного до коричневого темный темный коричневый приближающийся к черному не надо к красные оттенки использовать не надо такие как ухо красный как кирпичный то есть мы берем от песочного то есть от бежевого если вы художник ухо светлое желтый хорошо цвет и до коричневых но не прям совсем черный то есть прям совсем темно-коричневый не надо и не надо уходить в красноту можно вообще покрасить в ярко-желтый желтый цвет это тоже цвет земли будет отлично также здесь можем использовать золото и разные оттенки золотые золото чуть красноватые чуть зеленовато разные бывают оттенки золота но на юго-восток не уходите в красный оттенок то есть на юго-восток не используем красные оттенки вообще поэтому красноватое золото на юго-восток не нужно пусть на юго-востоке если вы красите золотом пусть она будет просто золотое желтое через желтый или золото или желтым туда либо бежевым каким-то песочным цвет то есть вот вы положили камни если вы можете усилить вы можете добавить кроме камней еще металлы я вам называла в этой формуле в прошли я вам называла общий вес то есть если мы добавляем металлы в каждую зону то мы следим чтобы она наш общий вес был в тех границах что я вам описала то есть если мне в зону надо 50 килограмм я взяла камнями 30 и 20 хочу положить металлами я должна следить что вот они мои 50 общего веса остаются то есть не так что 50 камней 50 металла нет если вы кладете 100 килограмм в эту зону и вы кладете 50 камней 50 металла пожалуйста следить чтобы остальные зоны были все по формуле какие металлы закладывать смотрите самый простой вариант это железо железо можно во все зоны что я обозначила где взять дешевле всего железо сам простой вариант во первых вы едете на какие-то металлобазы и просите там вот эти вот прутки толстые такие толстые прутки железо продают бывает обрезками то есть этот проток например у вас в диаметре он сантиметров 10 12 14 а так он в длинную длинную трубу там например два метра у них бывает короткие обрезки по 20 сантиметров по 30 сантиметров эти кусочки вы набираете себе их это будет самый дешевый вариант если мы себе такой не можем позволить самый простой вариант для девушки это в адрес озон или спортивный магазин и вы можете купить гири из чугуна именно из чугуна не берите современные гири потому что они наполнены там непонятно какими-то кругленькими штучками сверху они обрезинены нам это не надо мы берем вот этот под советский союз гири из чугуна вы можете взять как блины для штанги они бывают по два с половиной килограмм по 5 килограмм по 10 килограмм как вам удобно в квартиру занести под мебель спрятать куда-то попрятать перед тем как попрятать мы можем покрасить цвет сектора как покрасить уже рассказала кроме блинов для штанги можно использовать гири прям гири с ручки такая тоже из чугуна они бывают разных абсолютно разных весов вы можете взять 16 килограмм 25-32 может быть какие-то поменьше 10 килограмм тоже бывают смотрите как вам удобно занести поставить также не забывайте что мы все хозяйки девочки я в основном знаю что мой контент в основном смотрят девочки что вам придется делать уборку и когда-то как-то придется эту гирю двигать и если она 25 килограмм или 32 под нее надо что-то подложить типа какой-то кусок фетра или какой-то коврик чтобы когда вы будете делать уборку вы могли ее сдвинуть вот либо кладите несколько блинов например по 10 килограмм чтобы вы могли как-то их когда-то иногда во время уборки это сам перестали вот то есть вы можете набрать металлами из чугуна также это может быть железо если вы найдете где-то какие-то куски кто-то на авито продает железо в каких-то для каких своих целей покупали потом продают какой-то кусочек вот либо на какой-то металлобазе вы что-то нашли также мы его красим в цвет сектора например вот сейчас я вам примерно так ценно скажу например сейчас я заказала себе 4 блина для штанги за 4 блина у меня получилось 2000 заплатила каждый блин по два с половиной килограмма то есть всего 10 килограмм я купил за 2000 рублей из чугуна они придут я их покрашу цвет сектора когда они высохнут я их заложу в нужное место так как их 4 и они легкие мне будет их легко донести из пункта самой на озонах и в адбересах есть такая услуга курьерская доставка и когда вам молодой человек принесет он же поставит вам куда нужно эту гирю или штангу поэтому вы подготовьте заранее какой-то коврик скажите человеку куда пронести куда поставить они спокойно заносят и ставят куда вы скажете не надо девочки сами таскать